Я вот верю, что меня ведут. У меня прям вот этот вот процесс такой, селезёночный такой конкретно. Я вижу в себе, но это я уже давно как бы себя это веду. Меня ведут, я иду, я в доверии. А допустим, у меня вот с мамой, допустим, с моей, у неё постоянно ёдко там укидает, чтобы она не ела. Она еду воспринимает как поток энергии, который её, типа, она на нём работает. Но её постоянно кидают в то, что она не может есть, она не может есть. Она переболела онкологией, она... Ну ты её путь, отстаньте от неё. Ну я вообще не трогаю, да вы что? Мы уже давно не с ней. Она просто мне капает, как бы, что мне плохо, плохо. Я такая, всё держись, ну просто поддержка, любовь и всяких, всяких мнений, я понимаю, что я не могу. Она всё это делала для того, чтобы была поддержка и любовь. Ну ладно. Всё. А то, что вы говорите, что вас... Нет, ну это понятно, но мы, как бы, мы все оказываем это. Просто я хочу понять, наблюдение это верное. Строить цирк вы хотите, да? Ну вы же видите, что это всё из одной веры. Всё из одной веры. Да, ну вы просто смотрите, пока вы не дошли до этого сознания, вы хотите устроить цирк. А покажите, как вы проходите через стену. А покажите, как вы это превращаетесь. Из стены я испугаюсь, вон будет. А покажите вот это. Но когда вы это осознаете, вы можете это делать всё самостоятельно. Без воды и вино. Ну возможно, только зачем? Чтобы что? Вешусь. Цирк у вас в жизни выпадет. Зачем вино? Всех. Чтобы что? В это не верить. Чтоб они сами не достали яблок, поддерживать их в слабости. Всё хотят рецепт. Ты чё? Рецепт у нас сами. Мне кажется, что вообще не надо переходить на коопра наедение. Тому, кто не хочет, ну как будет, он не пришёл ниже, что он сам. Он на полезность. Не дошёл. Смотрите, на правильное едение никто не переходит. Это побочка. Да, да. Я говорю, это побочка. Вашего нового жизни. Это не... Всё. Да, да, да. Но вот он сидел, спрашивал, как это сделать. Ну потому что ему это вообще не надо это делать. Наоборот, не надо. У меня был ретрит, который я думаю, ну вот сейчас вот я ретрит сделаю. Я научу ребят ходить сквозь стену. Вот. И потом я поняла, что это просто цирк. То есть я им показываю технику, как нужно внутри, какие должны быть ощущения, чтобы это сделать. И как... А ты же не можешь перестать видеть там вот то, что... Человек. И там просто вот так вот фонтаном. Так. Ой, сейчас залезу к этому в голову. Я сейчас скажу туда. Я там в банк скажу, там я вот это возьму. Ну я вот это... И все. А ты не понимаешь. Ты-то видишь, что вот эти вот мысли они тебе просто раз, и все. Они тебе не дают сделать тот процесс, про который я говорила. Да, они могут сейчас предметы двигать, которые там не могут прикоснуться. Это да, но это все на мелком уровне. Это все цирк. Потому что внутри этого состояния нет. А это все как бы пройти через все, какая раньше через кто ты идешь. Это такая же стена. У тебя в голове это не истинная, а здесь у тебя есть стена. Потому что если ты эту стену уберешь, ты уже пойдешь не в самого себя. Ты пойдешь в какие-то плюшки материальные. Ты будешь искать материальные плюшки. Почему я ищу материальные плюшки? Потому что чувствую, что их нет у тебя. То есть желание у нас возникает откуда. Желание это всегда обладать тем, чего у нас нет. А что-то нужно вообще? Еда не нужна. У тебя есть все. Ты просто берешь. Если тебе что-то действительно нужно, ты это просто берешь. Не важно что это и сколько это стоит. Это все создал ты. Как это ты? Ну ты же сотворец. И когда у тебя это глубокое чувство есть, то у тебя нет желаний. Ты можешь желать только то, чего у тебя нет. Если у тебя все есть, то этого не желаешь. И тогда у тебя происходит все в легкости. У тебя нет того, что ой, я хочу вот такую-то машину. Ты просто понимаешь, что если тебе вот доехать вот сюда, то ты хотел бы ехать вот в таких условиях. Но это ты когда не головой начинаешь понимать, а ощущать. И у тебя будет именно тот транспорт, в котором твое тело удобно будет перевести. Не важно, что это будет. Это будет велосипед, там какой-нибудь там, не знаю, какая-нибудь так старенькая машинка, либо нового поколения. Это внутреннее чувствование тебя когда будет. Тогда ты просто берешь, ну что это все есть у тебя. Если, например, мне захотелось, вот я понимаю, что я хочу написать вот такую-то главу в книге, и мне хочется вот какой-то вот легкости, вот чтобы там, ну что-то такое, то мне звонит человек, говорит, Свет, слушай, сегодня вот еду туда-то на яхте, говорит, хочешь просто присоединяйся, я буду там своими делами заниматься, твоими своими. Все, это моментально реализуется. Я поехала, день поработала на яхту. Приятно. Вроде бы тоже. Но это же не значит, что мне нужно этим обладать или что-то так. Это же то, что идет дальше. Ты сам формируешь. Компьютерную игру формируешь там. Полностью от желания избавиться, чтобы что? Ты говоришь про те вещи, ты идешь через эскезу. У тебя вообще вся жизнь через эскезу. Внутреннее чувствование, что мне бы было так комфортнее написать вот эту главу. Через чувствование. Через чувствование. И через делание. Причем сразу же. Ты все хочешь, чтобы меня придешь? Ты постоянно в контакте с Англией. Ну, вообще, нужно тогда критерии Англии. Что ты подразумеваешь после Англии? А ты это и есть. Ты же часть этого всего. Ну, смотрите, чтобы было. Давайте вот самым простым способом я вам... Вот многие ищут предназначения, да? Да, да. Многие ищут предназначения. Говорят, ну вот как мне понять предназначение? И начинают там себя куда-то уводить. Вот я вам просто вот расскажу вот как мультяшным языком вот в двух словах. Как это вот? Называйте это планета, бог, еще что-то. Неважно. Давайте назовем это планета, да? Вот наша планета это единая энергия. Вы каждый здесь, болтик этой энергии. Вы маленькая энергетический вулканчик такой. Воронка энергетическая. И за счет вот этих вот воронок энергетических и вращается вот эта вот большая энергия. Чтобы вот эта вот воронка вращалась постоянно, ей нужно быть в ладу с самим собой. То есть делать только то, не искать свое предназначение. Вы и есть само предназначение. Делать то, что вам нравится. Вам нравится шить обувь? И вы это клево делаете. Значит, вы это делаете. Не за деньги, не за какие-то там еще что-то. Вы это делаете, потому что это внутри вас будет раскручивать. Вам нравится там, я не знаю, там прически делать? Вы это делаете. Вам нравится в огороде ковыряться? Вам нравится там, я не знаю, в банке работать? Да? Кого-то там извлекают эти бумажки. Значит, вот то, что вам нравится, когда вы делаете то, что вам нравится, у вас раскручивается ваша энергия. И вы и есть это предназначение. Вы предназначение быть счастливыми. Все, только так. Как только вы от себя выпадаете, как только вы идете туда, что я бы это хотела, но не могу, это через вранье. Значит, вы уже себе наврали уже там какой-то период времени, и сейчас он просто сложно вылезти из своего вранья, чтобы прийти к своей вот этой вибрации. У нас время, к сожалению, на этой площадке уже заканчивается. Продошел организатор, напомнил нам. Вот. Поэтому нам на сегодня нужно завершаться. Да. И мы с вами завтра будем. Во сколько? Он тебя через эскезу, не все. Завтра будет встреча в 12. А тут же? Или просто опять встреча? Завтра будет просто встреча, она будет вот в этом здании. Вот как там оно называется? В этом доме, да? Да, вот там вот, в этом доме, в 12. А ретрит когда? Я не помню, ребят. Ретрит, вы можете сканировать QR-код на доске информации. А, он не здесь живет, не на фестивале? Нет. Это отдельное мероприятие. В интернете через эскезу, вы себе оставите. Да, там вся информация. Меня найдите, я в своем месте. Галина. А помимо? Черникова. Черных? Черных? Черникова. Ну, вы можете здесь на меня видеть, подойти, и я все расскажу. А? Как садись с женой. Как садись с женой? А вам оно надо? Да. Да. Лучше новую. А подскажите в одну? Лучше новую. Ну да. Лучше новую. Не, лучше новую. А ты, задай себе вопрос, тебе оно надо? Ты хочешь вернуться в старый? Ты что там не доделал? Ну, пожалуйста, там квартиры не было. Вот из-за этого надо украли все. Нет. Ты подумай, для чего тебе это? Для чего тебе нужно вернуться туда, куда ты ушел? Приходите завтра ответить на вопросы и на личные тоже. Благодарим. 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 Очень важно. Не дря. Не дря. Благодарю. Да. Благодарю. Очень важно. Днадь. 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 Прям вопросов вообще. Прям люди задавали те самые вопросы. А у нас будет это видео. Но какие-то вопросы, приготовьте просто свои вопросы, чтобы Я могла максимально для вас ответить на ваш вопрос. Все, что касается семейной жизни, учения, детей, все, что касается каких-то дожденных вопросов, просто задавайте на все это. Автономия будет. Автономия как автономия не существует. Ну, понятно. А ретрит в Сочи проходит? Будет в Москве, после этого будет в Сочи, потом будет на Алтае, потом на Барикале. По датам я не понимаю. А по сколько времени ретрита ждет? Пять дней. Спасибо, пожалуйста, у всех вопросов, сколько у моего мы заделся. Приходите, я на него знаю, ответ, но очень интересно в ваших речках. Как вы считаете, все ли будучи заинтересованы, которые будут в новом селе? Благодарю. А вы в будущее заглянули? Что вас ждать? Нет, нет. Будет жесть или не будет жесть? Все идет так, как оно должно идти. Это понятно, мы не боимся, просто интересно. Оно все настолько гармонично. Просто убирайте плохое и хорошее, у вас будет гармония. Это можно вопросик такой небольшой, вот, допустим, обычно, ну, как человек, каждый из них может в обществе, но они попросили о том состоянии, о том состоянии, о том состоянии, о том состоянии, о том состоянии и так далее. Все, поняла. Ты ничего не меняешь, тебе не надо ничего менять. Ты в такой гармонии уже живешь. Как ты можешь поменять свою гармонию? Давайте завтра. Нам уже нужно освободить. И тогда я знаю, да. Спасибо за беседу, у меня в жену кровь. Можно ли у вас в контакте, либо я прям запишу. Вы прямо откроете, вот напишите, вот здесь. А, правда, если вы видите Светлана Лаврова? Да. Я просто не знаю, интернет очень плохо прям здесь. Ну, вообще, это связано вообще не с ним, а с его мамой, с его бабушкой. Несколько они не хотят слышать по своему роду? Ну, это туда же. А, потому что они сделают ему вот это вот в любом случае сам по себе, его судьба не изменится. И они всегда найдут Светсети. Она у него будет читать еще во влазе, да? Да, пока не проработает эта мама, и ее мама. У нее тут смотрите вот на этом канале. Все, 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 сейчас, все, сейчас, все, сейчас, все. Наверное, загрузится или нет? Нет, какое-то не то, что-то вообще. Ну, вы поняли. Все, я поняла, да, как-нибудь. Да. Продолжение следует...